Программа на Еврорадии, где мы смеемся над нахабной махровой пропагандой. Основная увага Беларуси, але не забываемся и про российских пропагандистов. Зараз сами все побачите. Увесь выпуск яще напереде, але, на правду, наурадце далей вы побачите что-нибудь яще больше крынжовое. Сустракайте, двое тикток-блогеров среднего возраста расхваливают Бабруйскую колонию, у якой сядзить их сын. На свидании в тюрьме у сына в Бабруйске. Знаете, ребята, мы попали в сказку. Во-первых, сын поздоровевший, возмужавший. Такой мужчина, у него такие бетухи, он такой стал большой, он здоровый. Во-вторых, знаете, это, во-вторых, и в главную очередь, это форма содержания. То есть их содержат очень хорошо. Мы попали в отель, мы в натуре попали в отель, где из того, что это тюрьма, было понимание только, наверное, по решеткам на окнах. И то они оформлены так аккуратно и красиво, что словами не передать. Можно я скажу? Там есть живой уголок, там есть выход во двор, где есть лаунж-зона. Лаунж-зона. Чего не хватило? Не хватило кальяна. Я хотел, реально говорю, не хватило только кальяна. Если бы был кальян, вообще был бы огонь. Постели, есть все принадлежности, посуда, кухня, есть шашлычная. Аматоров кальяна и шашлыков зовут Игорь и Катярина. По его словам, они знакомы уже 30 лет. Звычайно, он у ТикТоку обливается холодной водой и дает парады про то, как правильно любить женщин. А разом они рецензуют фильмы и безалкогольные коктейли. Меркаючи по их видео, у Красавяку этого года Игорь и Катярина побывали в Сочи. Вот такой бэкграунд у наших героев. Думайте сами, прикол это тени. Это было замечательное путешествие. Я ехал в тюрьму. А приехал в какой-то такой европейский уголок комфорта. Спасибо огромное. Кайфанули, как бы это ни звучало. Все, увидимся пока. Кайфанули у Бабруйской колонии номер два европейским куточку комфорта, як бы гэта не гучала. Батьки года не иначай. Заголовки для Кареличской районки почала писать нейросетка. Иначай, як потлумачить, вось гэта. В ГУО «Лукский детский сад Кареличского района» прошла нерегламентированная деятельность под лозунгом «Беларусь, ты мой родной край». Направду ж, деце малявали паштовки, раскладали па падлозе шестикутники пра патриатызм и фоткалися с литерами «Беларусь» – нерегламентованной деятельностью, названная «миновита гэта». Што тут сказать? Гэта нейросетка для районок ящэ не вельмя обучанная. Трэба больш казённых словозлучэнняў и абрэвіатур. Рабіць прыгожая комплименты – великое мастацтва, якім Лукашэнка не валодае ад слова зусім. Толькі паслухайце, што ён сказаў супрацовнице коммунаркі, якой на той момант было добра за п'ятьдесят? Когда-то, когда начиналась реформа пенсионная, и к нам приехал Александр Григорьевич, мы собрали на встречу с коллективом, мы задавали вопросы. Я уже была тогда ближе к пенсионному возрасту, и я решила задать ему вопрос, что как раз будет по пенсионной реформе. Он на меня посмотрел, улыбнулся и сказал, какая вы бабушка. Я говорю, у меня уже внук есть, неважно, вас ещё саму надо в декрет отправлять. Вот так три года декретных я отработала своих. На Данченку сказал, отправите её в декрет. Я пошутила, говорю, если вы будете крёстным. Ну вот так как-то получилось. Посмеялись. Сейчас об этой истории вспоминают многие. Кто-то с добром, а кто-то с улыбкой, а кто-то и со злостью говорит. Это ты президенту наобещала, что будешь работать. Неводная жанчина ясче так задаволена не расповядала про тое, что довелося отпрацевать лишние три годы. Ну а про декретный отпочинок замест пенсии и комментовать нема чого. Это ж як треба бояться демографичного крызису, каб навыту пенсионерцы бачить найперш ёместость для выношвання новых беларусов. Брестская пиццерия пошла в великую политику. Кавярня «Культ пиццы» пообяцала наведникам знижки до Дня народного одинства, а заодно попросила ставить класс под сторис, коли Белосток належит Беларуси. Тут же и карта Беларуси с колешней Белостоцкой в областью. А далей у вогуле трэш. Всегда помні про польско-шляхецкий геноцид беларускава народа. Будь готов. Да чаго быть готовым, мамкіны маркетологи? До того, што НАТО дасть трынды у адказ? Гэта был Крынштыдня на Еврорадыо. Про спару дён будем разбираться с наступной порцией хлусни и пропаганды о пакулюсим миру, разборливости и добрых, правдивых новинов. Субтитры сделал DimaTorzok